В этом ковше нет червяков, которыми на рыбалке прикармливают вещей, плотву и карася. Это форель, китина-морвежская, но рыба кровей весьма благородных. Питается исключительно костной мукой и рыбим жиром. В наших краях холодолюбивой форели вырасти большой и здоровой не так-то просто, поэтому регулярно рыбу подкармливают витаминами. Ну а свой агрессивный характер эти водные обитатели проявляют во всей красе и в Ярославле. В одном месте, когда она сидит в садке, они начинают друг друга атаковать и постоянно обгрызают там друг друга плавники, еще что-то. Поэтому приходится их рассаживать обязательно. Ну а вот эта рыбка, хоть на первый взгляд кажется большой, но вес на самом деле всего один килограмм. И для того, чтобы ей попасть на прилавок, нужно еще добрать в весе, поэтому впереди у нее еще есть месяца три. Ну а через те самые три месяца спрос на форель в Ярославской области возрастет в разы, признается глава хозяйства Михаил Атаманов. К примеру, в той же самой Норвегии теперь не знают, куда отправлять 300 тонн рыбы. На экспорте в Россию норвежцы зарабатывали около 780 миллионов евро в год. О таких суммах ярославец не мечтает, но накормить область вкусной рыбой готов. Будем расширяться, увеличивать количество садков, поголовье рыбы, чтобы все-таки накормить как-то ярославский рынок. Ну а там и до всей России недалеко, но это пока только планы, признается Михаил. Сейчас главное, чтобы рыбка выросла здоровой. Иван Уваров, Сергей Мазилов. День в событиях.